Проповедь номер 19 Алонза Джонса из цикла проповеди Весть Третьего Ангела, 1895 год. Мы начнем со сравнения текстов из послания к евреям 2 главы 14-15 стиха и послания к римлянам 6 главы с 11 по 14 стихи. Сначала прочтем тексты из послания к евреям. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Вот что сделал Христос для того, чтобы искупить нас. А сейчас прочитаем из послания к римлянам. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего Бога в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать. Римлянам 6 глава с 11 по 14 стихи. Точно так, как Иисус смирил себя, чтобы искупить нас, нам также необходимо смириться, чтобы быть искупленными. И когда мы делаем это, то мы являемся искупленными. Он совершил это для того, чтобы искупить нас, как тех, кто всю жизнь свою были подвержены рабству. Когда же мы делаем это, тогда мы свободны от этого рабства, и грех уже не имеет власти над нами. Таким образом, текст из послания к римлянам является ответом человека на то, что совершил Христос, о чем написано в тексте из послания к евреям. Но Господь сделал больше для человека, чем просто воскресил его из мертвых. Он совершил для нас в нем больше, чем просто воскресил нас из мертвых. Христос умер и был воскрешен. Мы умерли в нем, и что потом? Воскресли ли мы с ним? Имеем ли мы воскресение с ним? Имеем ли мы с ним жизнь из мертвых? Мы распяты с ним, мы умерли с ним, мы погребены с ним, и он был воскрешен из мертвых. Что же можно сказать о нас? Мы воскресли с ним. Но Бог сделал для него больше, чем просто воскресил из мертвых. Бог не просто воскресил его. Он воскресил его, а также посадил его, одеснуя себя, на небесах. Что же можно сказать о нас? Неужели нам на этом нужно остановиться? Разве мы не с ним? Поскольку мы были в нем, когда он жил на земле, и поскольку мы были в нем на кресте, а также в нем умерли и в нем воскресли, то мы также в нем и в его вознесении, и мы в нем одеснуя Бога. Все это неизбежно следует из того, что мы изучали в прошлый раз. Но давайте прочитаем об этом в Священном Писании, чтобы убедиться в том, что это правда. Изучая то, что Бог совершил в Иисусе, мы не должны останавливаться, но должны изучать эти дела дальше и дальше. В прошлом уроке и на предыдущих занятиях мы с радостью прошли вместе с ним через искушение и одержали победу. Мы с радостью отправились с ним на крест и обнаружили себя распытыми на этом кресте. И теперь мы можем сказать с истинной верой «Я сораспялся Христу». Мы были рады отправиться с ним в могилу, умереть с ним. И это послужило возрастанию истинной веры в то, что мы на самом деле были мертвы. Мы радовались, познавая все это. Давайте же возрадуемся также и воскресению из мертвых с ним, чтобы мы могли жить новой жизнью так же, как и он. Когда же мы воскресаем с ним из мертвых? Потому что если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним. Давайте воскреснем с ним таким образом, как и он воскрес, то есть не только восстанем из мертвых, но и вознесемся туда, где он. Если Бог так говорит, если он предлагает вознести нас туда и уверяет, что это возможно, то неужели мы откажемся? Конечно же, мы воспользуемся этим предложением. Давайте не будем считать это чем-то странным, сомневаясь в его намерениях или возможностях. Давайте проследуем вместе с ним прямо туда, где он, так же легко, как мы были с ним в его искушении на кресте и в смерти. Для этого откроем вторую главу послания Ефесянам и почитаем с четвертого стиха. «Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». «Оживотворить» означает «оживить», «оживить со Христом». Читаем дальше. Слово «небеса» в выражении «на небесах» имеет верное значение. Оно также встречается в первой главе, в втором и двадцатом текстах этого же послания. По-гречески это слово звучит как «эпараниоис». И буквально его перевод означает «небесный». Бог даровал нам жизнь вместе с ним. Бог воскресил нас вместе с ним и посадил нас вместе с ним туда, где был посажен Он. Где же Христос был посажен? Он вознесся на небеса и воссел одесную Бога. Совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престол и величие на высоте. Послание евреям, 3 глава, 1 стих. «Бог воскресил нас вместе с ним и посадил нас вместе с ним там, где Он сидит». Немецкий перевод говорит об этом более ясно, чем наша версия и даже яснее, чем этот перевод с греческого на английский. В этом переводе значится фраза «вместе с ним», где слово «вместе» означает «рядом с ним». И эта фраза является самым буквальным переводом греческого источника. Итак, греческая фраза означает «рядом с ним», «вместе» и «в то же самое время». И немецкий перевод говорит то же самое. «Оживил нас вместе с ним» или «рядом с ним». «Воскресил нас рядом с ним», а не просто «воскресил его как нас». И не просто «воскресил и оставил лежать нас на месте». «А воскресил так, что воскресший встал и так далее вместе со Христом». «Поэтому нам вместе с ним дана жизнь из мертвых». «И Бог воскресил нас таким образом, что мы встали и вознеслись вместе с ним». Фраза «в небесах» выражается двумя словами, что похоже на фразу «в небесных обителях», где немецкое слово «обители» переведено мной, и я выписал все его возможные переводы. Оно означает «сущность», «существование», «существо», «образ жизни», «природа», «характер», «отношения», «воздух», «поведение», «свойства», «средства к существованию», «имущество», «экономика», «существующий порядок», «систему». Мы можем сказать, что Бог посадил нас во Христе в небесах, или в небесном существовании, в небесной сущности. Посадил нас с ним в небесном существе, в небесном образе жизни, в небесной природе, в небесном характере, в небесном расположении, в небесной атмосфере, в небесном поведении, в небесной жизни. Он посадил нас вместе с ним в небесных средствах существования. Ибо жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Наши средства к существованию находятся в небесах. Молитва «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день» относится к небесным средствам существования, к небесному имуществу, к небесной экономике, к небесной недвижимости, небесному порядку вещей. Мы принадлежим небесам к небесной системе вещей. Вот где Бог посадил нас во Христе. Поскольку мы вместе с Ним имеем небесное существование, небесную сущность, небесную атмосферу, небесное отношение к вещам и все остальное, поскольку мы уже сидим во Христе Иисусе, то неужели мы не будем там? Воскреснем ли мы? Что говорит Слово Божие? Восстань, светись. Сначала восстань, а потом светись. Мы не можем светиться до тех пор, пока не восстанем. Но что совершает для нас истина, которую мы изучаем? Воскреснем ли мы? Если да, то как высоко мы вознесемся? Разве мы не видим, что эта истина возвышает нас от этого мира и помещает нас вместе с Иисусом Христом в небесном царстве? Разве не ясно, что Иисус принес все небеса на землю для тех, кто верует в Него? Поэтому и написано, что Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Царство Небесное подобно тому-то и тому-то. Царство Небесное уподоблено тому-то и тому-то. Царство Небесное, как то-то и то-то. Царство Небесное близко при дверях. Что же это за Царство Небесное? Он берет нас в это Царство. Он уже посадил нас в этом Царстве. Будем ли мы там, будем ли мы разделять благословенную атмосферу этого Царства? Разделять настроение этого Царства, воздух этого Царства, разделять систему взаимоотношений и образ жизни и существования этого Царства, которые принадлежат нам в нем. Мы не можем вознестись до какой-либо высоты. Нам предстоит покориться истине, и она вознесет нас. Взгляните снова на эту истину в первой главе послания к Эфесянам, начиная с 15 текста. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. О ком молится Павел? Кому он желает всего этого? Сколько людей включены в эту молитву? Примите ли вы эту молитву сегодня на свой счет? Примите ли вы все то, о чем апостол молился? Чьи это слова? Неужели это просто молитва человека? Разве это не Слово Божье? Разве не выражена в этих словах воля Божья о нас и Слово Иисуса Христа посредством Его Духа относительно того, что приготовлено для нас? А если это так, то давайте примем это Слово, примем Его волю. Я продолжаю читать. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас верующих». Послание Христианам, 1 глава, стихи 18-19. «Он желает, чтобы мы знали, каково величие могущества Его в нас верующих». Греческое слово, употребляющееся здесь, является прародителем слова «динамит». «И как безмерно величие могущества Его в нас верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах» или «в небесном существовании». Немецкий перевод гласит «посадил у себя по правую руку на небесах». Эта сила Божья воскресила Иисуса Христа и посадила Его одесную или по правую руку возле себя на небесах. Каждый из нас может сказать о себе то же самое. Но Он желает, чтобы вы и я знали, как эта сила, воскресившая Христа и посадившая Его на небесах, действует в нас. Когда мы увидим эту силу, воскресившую Иисуса и посадившую Его на небесах, проявляющуюся в нас, то что в таком случае эта сила совершит для нас? Она воскресит нас и вознесет нас туда же». Вторая глава послания к Колоссянам говорит о том же, начиная с 12 текста. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко Кресту». Колоссянам 2 глава, с 12 по 14 стихи. Далее откроем первый текст, третьей главы этого же послания. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога». Каждый воскресший призывается искать горнего или высшего. Где это высшее? Насколько высоко это высшее? Настолько же высоко, насколько высоко то место, где посажен Христос? Но как я могу взыскать того, где Христос сидит, одесную Бога, если я сам не буду достаточно близко ко всему этому, чтобы оглянуться и увидеть все это горнее, и его разуметь это горнее своим умом. От этого все и зависит. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Колоссянам 3 глава, 1 и 3 стихи. Можем ли мы принять эти слова точно такими, какими их изрекает нам Господь, без каких-либо вопросов? Я знаю, что это изумительно. Я знаю, что многим эти слова кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Но то, что делает Бог, не может быть слишком хорошим, чтобы быть правдой, потому что Бог исполняет свои слова. Если бы эти слова были сказаны о ком-то другом, то эти слова можно было бы посчитать за слишком хорошими, чтобы быть правдой, потому что кто-то другой мог бы и не исполнить эти слова. Но когда Бог что-то говорит, то эти слова нельзя считать слишком хорошими, чтобы быть истинной. Их необходимо считать достаточно хорошими, чтобы быть истинной, потому что Бог исполняет их. Поэтому, братья, давайте восстанем, и это отделит нас от мира, и это поместит нас на то место, где когда-то давно увидел пророк, когда этому пророку было сказано посмотреть выше, чтобы увидеть тех, кто на верном пути. Неужели мы не оставим все и не умрем вместе с ним? Неужели мы не примем ту смерть, которую мы имеем в нем? Неужели мы не позволим этой смерти, которая действовала в нем, подействовать в нас? Ведь тогда та жизнь, которая подействовала в нем, та сила, которая подействовала в нем, подействует и в нас, и сделает для нас все то, что она сделала для него. Это и выведет нас из Вавилона, потому что в нас уже не останется ничего, что принадлежит Вавилону. Мы будем настолько далеки от Вавилона и от его одежд, что мы будем сидеть по правую руку Бога, одетые в небесное одеяние. И эта одежда становится сегодня частью Божьего народа, потому что мы скоро войдем на брачный пир, а чистый и светлый весон, в который одета невеста Христа и гости этого брачного пира, представляет собой праведность святых. Но этой одеждой наделяет только Он. Мы имеем эту одежду в нем. Давайте взглянем на этот вопрос с другой стороны. Я не намерен сегодня оставлять эту истину и переходить к другой, потому что эта истина достаточно важна, чтобы мы провели в ее исследовании весь сегодняшний урок. Давайте посмотрим с другой стороны. Иисус все покорил Бога, и Бог сохранил его. В Иисусе мы все покорили Богу, и Бог хранит нас. Так же, как и в Иисусе, Бог творил дела, так же Он творит дела и в нас. Это привело к распятию, к распятию Его праведного божественного Я. И таким образом все это ведет нас к распятию нашего греховного Я, которое отделяет нас от Бога. В нем разрушается эта вражда. Бог ходил с ним, и Он ходил с ним в человеческой природе на протяжении всей Его жизни в этом мире. Но Бог тогда еще не закончил совершать с человеческой природой все, что Он намерен был совершить. Отец намерен был сделать со Христом в Его человеческой природе, или с человеческой природой во Христе, нечто большее. Когда Сын Божий был пригвожден ко Кресту, Божьи намерения еще не исполнились во всей полноте. Бог был намерен сделать с человеческой природой нечто большее, чем просто пригвоздить ее ко Кресту. Он устроил смерть этой человеческой природы, но и это не было концом Его намерений. С Крестом и со смертью Божьи намерения относительно человеческой природы не закончились. Бог не собирался все так и оставить. Он поднял из могилы эту человеческую природу бессмертной. Он все это совершил. Но и этого было недостаточно для исполнения Его намерений относительно человеческой природы. Он взял эту человеческую природу, которая уже воскресла, получила бессмертие, и Он вознес ее и посадил одесную себя по правую руку, посадил прославленную и имеющую полноту и сияние славы Божьей, посадил в самые небеса. Поэтому Божьи намерения относительно человеческой природы, относительно вас и меня, никогда не считаются выполненными до тех пор, пока мы не увидим себя прославленными и посаженными одесную Бога. В этой благословенной истине заключается возрождающая сила. В Иисусе Христе Отец показал всей Вселенной свои планы относительно человечества. О, как много теряет человек, который соглашается на нечто меньшее, чем то, что Бог приготовил для него, и который выпускает смысл своего существования. Братья, разве не очевидно для нас сейчас, что мы соглашались на то, чтобы оставаться в слишком низком положении, что мы были согласны удерживать свои умы далеко от того, что Бог для нас приготовил? Это факт. Но сейчас, когда Он приходит к нам и призывает нас посредством этой истины, давайте пойдем туда, куда Он нас поведет. Это все совершается верой. Предубеждение здесь ни при чем. Вера – это единственно правильный путь. Каждый, не осознающий этого, отстанет настолько, что погибнет. Здесь нас ведет небесный пастух. Он ведет нас на злачные пажите и к водам тихим, а также через те тихие воды, которые проистекают от трона Божьего, то есть через воды жизни. Давайте же пить эти воды и жить. А сейчас мы пойдем еще дальше. Я снова скажу, что Господь для того, чтобы показать человечеству, что Он приготовил для нас, чтобы открыть свои намерения относительно каждого человека, поставил перед нами пример, чтобы каждый в этом мире мог увидеть Божьи намерения относительно Него и мог увидеть то, как эти намерения исполняются. Божьим намерением о нас в этом мире является Его обещание хранить нас от греха, невзирая на всю силу греха и сатаны. Его намерением относительно Христа и нас в этом мире является Его цель, чтобы Бог открылся и проявился в греховной плоти. Это значит, что благодаря Его силе Он сам будет проявляться в нас, вместо нас соних. И поэтому наше греховное Я должно быть распято, должно быть умершлено и похоронено, и мы должны воскреснуть от смерти во грехе и необрезании плоти нашей, к обновлению жизни в Иисусе Христе и в Боге, прославленной и посаженной одесную Его. В этом заключается намерение Господа относительно вас и меня. А сейчас давайте прочитаем об этом из послания к римлянам 8 главы 28 стиха. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к обламу». Откуда мы это знаем? Мы знаем это, потому что Он не только совершил это перед нашими глазами, но Он также и предоставил нам живой пример этому. Поэтому Он и показывает нам сейчас. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению или намерению, все содействует к обламу». О каком изволении или намерении идет речь? Конечно, о Его вечном намерении относительно всякого творения, относительно человека и всех остальных творений, которые Он создал во Христе Иисусе Господе наш. Это намерение от вечности сокрыто в Иисусе Христе. И когда мы в Иисусе Христе, это намерение включает и нас. Когда мы покоряемся Христу, растворяемся в Нем, мы становимся частью Его вечного изволения. И тогда мы можем быть уверенными в том, что Божье изволение исполнится. И мы также увидим Его исполнение относительно нас, потому что мы являемся частью этого намерения. Поскольку сатана не может поделать ничего, чтобы помешать Божьему намерению, то он также не может ничего поделать и против нас, поскольку мы являемся частью этого намерения. Поскольку сатана и все враги истины Божьей действуют против Бога и против Его божественного намерения, а значит и против нас, то они не могут отменить или исказить это вечное намерение, а поэтому не могут погубить или повредить нам, потому что во Христе мы являемся частью этого намерения. И это все мы имеем в Нем. Бог сотворил нас заново в Нем. Почитаем дальше. Бог говорит нам о том, как мы можем знать и быть уверенными в том, что призванным по Его изволению все содействует Кабладу. Ибо Павел пишет дальше Ибо Что это значит? Это значит то же самое, что и слово «потому что». То есть мы знаем о вышесказанном по той причине, что Бог нечто совершил здесь для того, чтобы продемонстрировать это нам, чтобы мы знали об этом. Что же это? Почему мы не можем быть уверенными в Божьем намерении? Потому что кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. В чем же тогда заключается Божье предопределение? В чем заключается то намерение, которое было создано заранее и которое Он приготовил для каждого человека в этом мире? По той причине, что Бог предузнал всех людей, Он также и призвал всех. «Ко Мне обратитесь, точнее взгляните на Меня, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог и нет иного». Книга Исаии, 45 глава, стих 22. Какое же то предопределение, которое Он приготовил заранее для каждого человека? О, это предназначение заключается в том, чтобы мы были подобными образу Сына Его. Где? Здесь, в этом мире, мы предопределены к тому, чтобы быть подобными образу Сына Его, точно такими же, каким и Его Сын был в этом мире. Но на этом еще не закончилось все то, что произошло с Его Сыном в этом мире. Он забрал Его из этого мира. А поскольку Божьим вечным намерением было забрать Христа из этого мира, то мы можем с такой же уверенностью сказать, что нашим предопределением является также отправиться из этого мира в небеса, и это предопределение забирает нас из этого мира. И к тому же, поскольку Его предвечным намерением является наше подобие образу Иисуса Христа в этом мире, то этим же намерением является наше подобие образу Иисуса и в мире грядущем, потому что Христос уже в другом мире. Божьим вечным изволением, приготовленным для каждого из нас заранее, для вас и для меня, является предназначение, чтобы мы были подобны Иисусу Христу, как Он есть, прославленным, как Он есть, по правую руку Бога. И это предназначение действенно и может исполниться прямо сегодня. Во Христе Он продемонстрировал это. Во Христе от самого Его рождения и до Его воскресения к небесному трону было показано, что в этом заключается предназначение для каждого человека. Таким образом, Он продемонстрировал перед всей Вселенной, что в этом заключается Его великое изволение для людей. Божий идеал или Божий план для человека нельзя сравнить ни с одним человеком, живущим ныне в этом мире. Возьмите самого красивого человека, когда-либо жившего в этом мире, самого высокого, самого безупречно сложенного, самого образованного, самого лучшего во всех отношениях. Возьмите совершенного человека во всей полноте, который только может быть в этом мире. Является ли этот человек Божьим идеалом для людей? Нет. Вспомните, как мы выяснили с вами на одном из наших занятий, что Божьим идеалом для человека является Бог и человек, соединенные вместе в лице того нового человека, который был создан в Иисусе Христе посредством устраненной вражды в нем. Смотри бюллетень, страница 193-194-216-217. Вот этот новый человек, который создан в результате соединения Бога и человека, и является идеалом или Божьим планом для человека. Но когда вы возьмете человека, каким он есть в этом мире, во всей его человеческой красоте, симметрии и совершенстве, и соедините его с Богом, чтобы только Бог проявлялся в его жизни, чтобы только Бог проявлялся в его жизни, все-таки этот человек еще не будет Божьим идеалом для человека, потому что этот человек все еще будет в этом мире. Божий идеальный план относительно человека не исполнится до тех пор, пока человек не будет стоять прославленным в небесах по правую руку Бога. О, Бог приготовил для нас великое, и я предлагаю возрадоваться этому. Да, я предлагаю позволить этой могущественной силе действовать и радоваться, когда это будет происходить. Почитаем дальше. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Римлянам 8 глава 29 стих. «Он не стыдится называть их братьями, и освящающий, и освящаемый все от единого, точнее, все одно. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, то есть того, в ком Его призыв нашел отзыв, в ком Его призыв достиг своей цели. Он призывает каждую душу, и это правда, но не в каждой душе Его призыв встречается с принятием. Только те, кто отзывается на Его призыв, и в ком этот призыв выполняет свою цель, тех написано и оправдал. А кого оправдал, заметьте, не тех, кто оправдывает себя, а кого оправдывает Бог, тех и прославил». Римлянам 8 глава 30 стих. «Разве не ясно из этих слов, что Божье намерение относительно человека исполняется только тогда, когда человек прославлен. Поэтому Иисус пришел в этот мир, так как приходим в Него и мы. Он принял такую же человеческую природу, которую имеем мы, принял ее посредством рождения, как и мы. Он прошел по своему жизненному пути в этом мире, в этой человеческой природе, и все это совершил Бог-Отец в человеческой природе. Он прошел через крест и умер. Все это также совершал Бог в человеческой природе, пригвожденной ко кресту, и в человеческой природе, которая отправилась в могилу. И Бог воскресил его и посадил его по правую руку Бога прославленным. Вот в чем заключается его вечное намерение. Вот в чем заключается Божье вечное предопределение. Его план, который Он имеет для вас. Позволите ли вы Ему исполнить этот план? Мы не можем этого совершить, но мы должны это пережить. Бог показал свою способность исполнить этот план. Он доказал это. И это уже никто не может оспорить. Он доказал свою способность взять нас и исполнить над нами свой план относительно человеческой природы, относительно греховной плоти, какой она есть в этом мире. И я радуюсь этому. Но взгляните еще раз на эти удивительные слова. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал... Обратите внимание, что Он сделал после этого. Тех и прославил. Он прославил их. А теперь вопрос. Кто? Бог прославляет тех, кого оправдывает. Он не может прославить до тех пор, пока не оправдает. Что же тогда означает эта особая весть об оправдании, которую Бог посылает в эти несколько лет церкви и миру? Это означает, что Бог готовится к тому, чтобы прославить свой народ. Но мы будем прославлены только во время пришествия Господа. И если это так, тогда эта особая весть об оправдании, которую Бог посылает нам, предназначена к тому, чтобы приготовить нас к прославлению во время пришествия Господа. Тем самым Бог посылает нам самый яркий знак того, что Он может дать нам обещанное. И потом наступит пришествие Господа. Он приготовит нас. Но мы не можем приготовить себя сами. Мы уже долго пытаемся оправдать себя, сделать себя праведниками, и таким образом приготовиться к пришествию Господа. Мы пытались это сделать так старательно, что мы можем похвалить себя и быть довольными, говоря, «Сейчас я могу встречать Господа». Но мы никогда не испытывали глубокого удовлетворения. Нет, это неверный путь. Кого Он оправдал, тех и прославил. Поскольку Бог оправдывает, то это дело является исключительно Его делом. И когда Он приготовится в нас для встречи с Господом, только тогда мы будем готовы, потому что только Он Сам может приготовить нас к встрече с Господом. Поэтому нам лучше довериться Ему, покориться Ему и принять Его оправдание, и осознав свою зависимость только от этого оправдания, мы будем готовы встречать Господа Иисуса, когда бы Бог не решил послать Его на землю. Таким образом, Он сейчас готовится к тому, чтобы прославить нас. Скажу снова, что мы действительно были согласны жить на гораздо более низком уровне, чем мы можем ввиду тех изумительных преимуществ, которые Бог приготовил для нас. Пусть драгоценная истина воскресит нас и вознесет до той высоты, где Он желает нас видеть. Ни один скульптор или художник не смотрит на свою незаконченную работу с тем, чтобы критиковать ее и находить в ней недостатки. Да, в ней могут быть недостатки, но она еще не закончена. И пока Он трудится над этим шедевром, чтобы убрать все недостатки, Он все же смотрит на свое произведение как на законченную работу, согласно его собственному оригинальному видению и плану, которое присутствует только в его уме. Было бы ужасно, если бы наш чудный мастер-скульптор смотрел на нас, как на незаконченный свой труд, и говорил, «Это никуда не годится». Но Он не делает этого. Он смотрит на нас и видит нас такими, какими мы являемся в его вечном изволении во Христе и продолжает свою работу над нами. Вы и я можем взглянуть на этот незавершенный труд и сказать, «Я не вижу, как Господь собирается сделать из меня христианина и подготовить меня к небесам, или вообще сделать из меня что-то полезное». Мы можем действительно быть такими, какими себя видим, но если бы Он смотрел на нас так, как мы смотрим на себя, и если бы Он был таким же мастером, какими являемся мы, то это действительно было бы плачевно. Мы действительно не могли бы надеяться ни на что. Но Он не является таким же мастером, как и мы, и поэтому Он не смотрит на нас так, как мы смотрим на себя. Нет, Он смотрит на нас, как на свой завершенный труд. И хотя мы можем выглядеть грубыми, неотесанными и негодными сейчас, находясь здесь, Он видит нас такими, какими мы являемся во Христе. Он является скульптором. И по мере нашего доверия Ему, мы будем позволять Ему совершать свой труд. И по мере совершения этого труда, мы также будем смотреть на этот труд, так как смотрит на него Он. Разве Он не дал нам образец своего искусства? Бог явил нам во Христе свой совершенный образец в греховной плоти. Во Христе Он завершил работу над Ним. И посадил этот образец одесную себя. Сейчас Он говорит нам, взгляни на этот образец, вот что я способен сделать в греховной плоти. Теперь ты доверься мне, и позволь мне трудиться, и ты увидишь, что я собираюсь сделать. Доверься моему мастерству, позволь мне совершать труд, а ты доверься мне, и я сделаю эту работу. Господь Сам намерен все совершать. Это совершенно не наша задача. Вы можете и выйти из этой скинии, то есть из дома молитвы, и взглянуть на то окно. Он указывает на окно за кафедрой. И вы увидите, что оно выглядит похожим на беспорядочно разбросанные куски цветного стекла, не имеющие ни вида, ни красоты. Но зайдите вовнутрь и взгляните на это окно изнутри, и вы увидите, что оно представляет собой прекрасное произведение искусства, на котором написано ясными буквами, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. А также закон Божий, написанный в своем полном объеме, и слова, здесь соблюдающие заповеди Божии и веру Иисуса. Таким же образом вы и я можем смотреть на себя, как мы часто и смотрим снаружи, и видеть себя темными, невежественными, неуклюжими и похожими на нечто беспорядочное и недостойное. Бог же смотрит на нас изнутри, смотрит на нас таких, какими мы являемся в Иисусе. И когда мы в Иисусе и смотрим через призму того света, который нам Бог даровал, когда мы смотрим на себя изнутри, и видим себя такими, какие мы есть в Иисусе Христе, мы также увидим ясную запись, оставленную Духом Святым, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Мы также можем увидеть целостный закон Божий, записанный в нашем сердце и сияющий в нашей жизни, а также слова, здесь соблюдающие заповеди Божии и веру Иисуса. Все это мы увидим во свете Божьем, а этот свет отражается и сияет нам в Иисусе Христе. Я бы хотел, чтобы вы знали, что это правда. В бюллетене в конце 182-й страницы мы имеем предложение. Я бы хотел, чтобы каждая душа, которая видит эти ясные истины. Видите ли вы эти истины, братья? Разве недостаточно нам ясных свидетельств для нашего спасения? Итак, читая из бюллетене, я бы хотел, чтобы каждая душа, которая видит ясные доказательства этой истины, приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя. Принимаете ли вы Его как своего личного спасителя в той полноте, в которой Он открывает себя? Принимаете ли вы Его таким, каким Он является, там, где Он находится? Принимаете ли вы себя в Нем, там, где Он находится? Принимаете ли? Если да, тогда выслушайте следующее. На тех, кто принимает Христа таким, Бог смотрит не как на тех, кеми они являются водами, а как на тех, кем они являются в Иисусе Христе, то есть как на сыновей и дочерей Божьих. Он смотрит на нас, на таких, какими мы являемся во Христе, потому что в Нем Он совершил свой план относительно нас. Рады ли вы этому? Давайте примем эту истину такой, какая она есть, братья. Эта истина оживляет мою душу день за днем, по мере того, как Господь открывает ее полнее и полнее. Я жажду, чтобы эти истины были такими же благодатными для вас, как для меня, и поэтому давайте примем их в полноте и в самоотверженной вере, которую Иисус Христос даровал нам. Давайте примем эту истину и будем благодарить Бога день ото дня за нее. Пусть силой этой истины действуют в нас, воскресая нас из мертвых, и посадит нас, одесную Бога, на небесах с Иисусом Христом, куда Он вознесся. Почему бы нам не совершить служение хвалы за то, что Бог совершил для нас? Сегодня суббота. Почему бы нам не возрадоваться этому? Что вы желаете сказать?